Сегодня в программе мы поговорим об Иисусе Христе как о вечном Слове Божьем. Какое сильное откровение. Оставайтесь с нами, вы не захотите пропустить сегодняшний выпуск. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равина Шнайдера Благословение и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Кёрд Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Вначале я хотел бы пожелать вам хорошего дня и помолиться за вас. Отец, спасибо за всех, кто смотрит эту программу. Я благодарю тебя за твою любовь ко всем нам. Я провозглашаю жизнь и здоровье для всех наших зрителей. Мы славим и поклоняемся тебе. Мы провозглашаем, что Иисус возвеличен и превознесен, а мы посажены вместе с Ним на небесах. Отец, мы берем власть над сатаной. Сатана, ты под нашими ногами во имя Иисуса. Иисус, мы провозглашаем действия твоей победы в наших жизнях. Если вы согласны с этим, с этой молитвой, то давайте вместе скажем на иврите «Аминь». Мы продолжаем серию программ, которую я назвал «Тайны Евангелия от Иоанна». Это очень важная тема. Матфей, Марк, Лука описывали исторические события в жизни и служении Иисуса Христа. Однако в Евангелии Иоанна есть отличие. В нем сокрыты глубокие тайны. Поймите меня правильно. В всех Евангелиях тоже есть тайны, но в Евангелии от Иоанна их значительно больше. На прошлой неделе мы говорили о тайне Слова Божьего, которое существовало всегда. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, а оно было вначале у Бога. Мы говорили о тайне, которая заключается в том, что Иисус — это Слово, которое существовало всегда, и Он принял человеческий облик. Если вы не видели предыдущую программу, то я рекомендую вам посмотреть ее. Это очень важная тема. А сегодня я хочу поговорить о том, что Церковь называет доктриной о Троице. Давайте откроем Библию. Начнем с Евангелия от Иоанна, первой главы. Мы прочтем несколько стихов, а потом поговорим о тайне Отца, Сына и Святого Духа. Итак, первая глава, первый стих. Читаем. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Как видите, Слово было всегда. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Слово — это Бог. А в 14 стихе мы читаем, что Слово стало плотью. То есть, Иисус — это Слово. Послушайте еще раз. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово было Бог. Далее 14 стих. «И Слово стало плотью». Иисус — это Слово, которое существовало всегда и стало плотью. Мы знаем, что Иисус — это Сын. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, у нас есть Бог. У нас есть Слово, которое было с Богом, и есть Бог. Слово — это Иисус, и Иисус — это Сын. Мы также знаем, что вдобавок к Богу Отцу и Сыну у нас есть Дух Святой. Вера учения апостолов говорит об Отце, Сыне и Святом Духе. Иисус сказал нам крестить людей во имя Отца, Сына и Святого Духа. Нам очень сложно понять это. «Как Бог может быть единым, но при этом быть Отцом, Сыном и Святым Духом одновременно?» Иногда ученики задавали Иисусу вопрос, а Он отвечал, «Никто не знает ответа на этот вопрос, кроме Отца». Однажды они спросили у Иисуса, когда Он вернется, и Иисус ответил, что это решает Отец. «Этого не знает никто, кроме Отца, хотя Сын — Бог, Отец больше Него, и Он знает то, чего не знает Иисус. Но при этом Иисус — Слово, это Бог». Я попробую несколько упростить. Я знаю, что это сложно. Возможно. Это кажется вам нелогичной ерундой, но оставайтесь с нами, и вы во всем разберетесь. В современной церкви существует термин «Троица». Многие из вас слышали его, но что же он означает? Он означает, что Бог существует вечно. Он пребывает как Отец, Сын и Дух Святой. Бог существует в трех лицах. Отец, Сын и Дух Святой. Они уникальны. И все они — Бог, а Бог един. Нам это кажется нелогичным, как Бог может быть тремя разными личностями и при этом быть одним. Многие люди пытались найти в этом смысл. Некоторые из них даже слышали эти аналогии. Например, вы слышали, как «Троицу сравнивают с яйцом». Яйцо одно, но у него три части — скорлупа, белок и желток. Люди говорят, что с Богом так же. У него три части — Отец, Сын и Дух Святой. Но при этом он одно. Это хорошая попытка помочь нам понять «Троицу», но она очень далека от тайны «Троица». Хм, самая смешная аналогия, которую я слышал настолько нелепо, что вызывает обыкновенный смех. Какой-то человек сказал, что «Троица» — это как хлопья хрустящего риса. В одной рисинке есть и щелчок, и хруст, и хлопок. Конечно же, это тоже очень далеко от истины. Реальность такова, что мы не можем объяснить «Троицу» логически. Мы не можем логически объяснить, как Бог может быть одним, и при этом Отцом, Сыном и Святым Духом. А еще они взаимосвязаны между собой. Например, у Иисуса были взаимоотношения с Отцом, хотя Он Бог, часть Бога и единое целое с Богом. Иисус сказал, что пришел на землю исполнить волю Отца. А еще Библия говорит, что Иисус в недре или лоне Отца. То есть у Бога есть единственный Сын, который находится в Его лоне. А Иисус — это телесное проявление Божьего Сына. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я знаю, что мы говорим о сложных теологических понятиях, но я попробую объяснить все это попроще. Если кто-то думает, что может объяснить нам тайну Троица, то он обманывает себя. Это невозможно. Но я расскажу некоторые вещи, которые вам при этом помогут. Во-первых, чтобы быть одним или единым, Бог не обязательно должен быть в единственном числе. Например, в Бытии сказано, «Оставят человек Отца своего и мать свою, и прилепятся к жене своей, и будут одним или одной плоти». Муж и жена становятся одним. Они одна единица. Но это не простая, а сложная единица, когда двое становятся одним. Тоже можно сказать о том случае, когда Господь сказал израилетянам сделать разные части скинии. Когда все эти части были закончены, они были соединены воедино, в один предмет. Я решил поговорить об этом, потому что меня, как еврея, часто критикуют другие евреи за то, что я якобы отошел от веры, потому что наше величайшее провозглашение из книги «Второзаконие» говорит «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый есть». Может, даже вы слышали это в песне. Есть такая песня. Это «Второзаконие», 6 глава, 4 стих. Позвольте, я провозглашу это место на иврите. Это звучит так. А теперь даже попробую это спеть. Итак, слушай, Израиль, «Господь Бог наш, Господь един есть». Ортодоксальные евреи стараются сделать так, чтобы это были последние слова в их жизни. «Един» в оригинале — это «эхат». Это то же слово, которое Бог использует в бытии, 2 главе, 24 стихе. «Оставят человек отца своего и мать свою и прилепятся к жене своей». И будут одним. «Эхат». То есть, когда Библия говорит, что Бог един, то речь не обязательно о единственном числе, а скорее о единстве. И очень часто в Писании мы видим, что единство составное, как в случае, когда муж и жена становятся одним. Или в случае со Скинией. Кстати, когда Господь творил мир, давайте-ка вернемся в самое начало Библии. В бытии 1 главе сказано, «Сотворим человека по образу нашему». То есть, мы сотворим человека по образу нашему. Кому обращался Бог, когда говорил, «Сотворим человека по образу нашему». «Кто эти мы?» «Сотворим человека по образу нашему». Итак, кто же эти мы? Еще раз. Кому обращается Бог? В иудаизме считается, что Бог обращался к ангелам. Нет. Он говорил о том факте, что у него есть взаимоотношения внутри самого себя. «Сотворим человека по образу нашему». Иными словами, внутри Бога есть взаимоотношения. «Сотворим человека по образу нашему», не моему. Внутри Бога есть взаимоотношения. Вот откуда мы берем доктрину о Троице. «Внутри Бога есть Отец, Сын и Святой Дух». Бог один, но в нем есть составное или сложное единство. Он один Бог, а внутри Его есть взаимоотношения. У Бога есть взаимоотношения внутри Его самого. Вот почему сегодня существуют семьи. Откуда взялось это понятие отношений? Откуда взялось понятие отношений между мужчинами и женщинами, родителями и детьми? Причиной этому стало то, что в Боге уже существовали взаимные отношения. И поскольку эти взаимоотношения уже существовали, Бог перенес эту концепцию на все творение. Все живое существо объединяется и становится единым в понятии брака, семейных отношений. Это не только люди, но и любое живое творение. Все живые сущности, которые объединяются в пары. А в Боге Отец всегда общается с Сыном, и Сын всегда общается с Отцом. А Дух держит все это вместе. Поскольку внутри Бога были эти взаимоотношения, концепция взаимоотношения была вплетена в историю человечества. И все действовало гармонично. И все это было сделано по образцу Божьему. И все возвращается к тому, с чего мы начинали. Давайте еще раз посмотрим. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вернемся к нашей программе. Давайте продолжим. Хочу задать вам вопрос. Некоторые из вас понимают то, о чем я говорю, но вы еще не до конца убеждены. Я не могу убедить вас полностью, потому что невозможно логически объяснить все это. Но поймите меня правильно. Я не оправдываюсь и не извиняюсь. И вот почему. Вот почему вы можете свободно принять тот факт, что Бог, будучи единым, имеет три личности. Вы можете полностью принять это своим сердцем, даже если не до конца понимаете это. И вот почему. Предполагаю, что большинство из вас верит в Бога, даже если вы в этом не уверены, глубоко внутри вы знаете, что это так. Об этом мы поговорим через неделю. Итак, вы верите в Бога, но откуда взялся Бог? Вы можете логически объяснить, откуда взялся Бог. Можете? Очевидно, что нет. Это бессмысленно. Мы не можем понять, как это так. Бог существовал всегда. Мы даже близко не можем осознать это своим интеллектом. Это выше нашего интеллекта. Наш разум может понять появление чего-то через закон причины и следствия. Мы можем понять лишь, как то появилось благодаря этому. Мы можем думать только на основании принципа причины и следствия. Сначала это, потом то. А откуда же взялся Бог? На этот вопрос нет логического ответа. Он был всегда. Он появился из ниоткуда. А интеллектуально это невозможно. Как это он был всегда? Он должен был появиться откуда-то. Но именно это делает Бога Богом. Вначале всегда был Бог. Он появился из ниоткуда. Разумом это не понять. И каждый раз, когда я думаю об этом, мой разум взрывается, но при этом мое сердце тает от любви. А все потому, что Бог есть любовь. Если учесть, что мы с вами никак не можем понять своим интеллектом то, что Бог был всегда, то нам не стоит и пытаться понять, что Бог одновременно это Отец, Сын и Дух Святой. Интересным примером того, когда Бог одновременно предстал как Отец, Сын и Дух Святой, является крещение Иешуа. Когда Он вошел, как говорят на иврите, в воды Микве. Что же произошло во время крещения Иешуа? Когда Иисус выходил из воды, Дух Святой появился над Ним в виде голубя. Иоанн пишет, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем». Итак, Дух Святой проявился над Иисусом в виде голубя. То есть, у нас уже есть Дух Святой. Иисус — это Сын или вторая Личность Бога. Он в тот момент выходил из воды. Итак, у нас есть Дух в виде голубя, а еще у нас есть Сын Божий во плоти, выходящий из воды. А потом с неба заговорил Бог Отец. И Иоанн услышал Его. Бог Отец сказал, «Это Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». Итак, во время крещения присутствует Отец, который говорит, «Это Мой Сын возлюбленный». Дух Святой в виде голубя и Иисус, выходящий из воды, Отец, Сын и Дух Святой участвуют в одном и том же событии. Ну и в завершении я хотел бы, чтобы вы задумались над одной тайной, которая звучит так. Бог — это взаимоотношение внутри Него самого. И когда мы с вами пытаемся дать Богу определение, то это определение мы должны включить. Ну, конечно, любое наше определение будет неполным, но любое определение Бога, в котором нет слова взаимоотношения, будет очень далеким от адекватного описания сущности Бога. Мы знаем, что Бог был всегда. Мы знаем, что Он и есть существование. Мы знаем, что Он всемогущий и вездесущий. Мы знаем, что Он есть любовь. Мы можем описывать Бога так, и это правильно, но если в нашем описании Бога не будет фразы «Он — это взаимоотношение», то мы не понимаем, кто такой Бог на самом деле. В Евангелии от Иоанна 17 главе Иисус сказал, что в Нем мы имеем вечную жизнь. А еще Он сказал, это и есть вечная жизнь, чтобы они знали Тебя, единственного, истинного Бога и Иисуса Христа, посланного Тобою. Бог любит вас, друг мой. Если вы будете искать Его, то Он будет все больше открывать вам тайну Его Сына. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Я смотрела вас весь год, а на праздник кущий, праздник труп, даже вела конспект. Я изучила местописания, которые дал Равин и решила, что больше не хочу и не желаю быть лесбиянкой. Я была так благодарна за слова Равина Шнайдера и мою свободу, что начала славить, как Давид, прямо в своей комнате. Быстро прибежали мои родные и с удивлением наблюдали за тем, как я славила Отца за свободу. Спасибо вам за сострадание и истину Слова Божьего, которой вы делитесь. Пусть Бог благословит вас. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В шестой главе книги Чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и дарует вам мир как своему любимому ребенку. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи». Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя войди в мое сердце и поселись в нем. навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Вы когда-нибудь говорили с человеком, который называет себя атеистом, и это вас пугало? Я хочу, чтобы вы знали, что каждый человек глубоко в душе знает, что Бог есть. На следующей неделе я научу вас, как противостоять кому угодно. Я надеюсь, вы также рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со Скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношение на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование. Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась наше служение, вы получите награду на небесах. Благословит вас Бог, шалом. Да благословит вас Бог, возлюбленные, я никогда не думал, что стану пастором и еврейским раввином. Мое служение просто стало последствием моего хождения с Богом. И когда я все-таки решил получить богословское образование, мое главное желание было больше познать Бога. И тогда Бог начал поднимать меня. Так началось мое служение. Оно стало результатом моего личного хождения с Богом. Теперь, когда Бог призывал меня проповедовать Евангелие по всему миру, через телевидение, Крусейды, мне особенно нужна ваша помощь. Я не смогу это делать без вас, возлюбленные. Я хочу, чтобы вы знали, что если вы сеете в это служение и становитесь партнером, вы получите награду за души, которые были спасены и изменены через это служение. Вы получите благословение, когда придет Иисус. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания Равина «Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения Равина через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии.